Чтобы спокойно пройти по своему двору без риска для жизни и здоровья, нужно сначала оглядеться и посмотреть наверх, чтобы ничего не упало на голову. Жителей дома номер 112 на улице Мишеной в Петропавловске на протяжении двух месяцев терроризирует агрессивная соседка. Она угрожает как взрослым, так и детям и кидает различные предметы со своего балкона. В бой идет все, что только попадается ей под руку – кружки, табуретки, краска и даже пылесос. Я вышел из дома, подошел сюда и воочию все это увидел. Как она выкидывала и пылесос оттуда выкинула, и елку какую-то, и ведра с краской летели. Брызги аж до туда доходило. И по машинам тут доставалось все это. Молотком потом стучала по своему балкону. Когда молоток у нее вылетел, она сказала, вы не волнуйтесь, у меня еще много. Из людей, к счастью, от ее выходок пока никто не пострадал. Досталось нескольким машинам во дворе. Где-то разбито окно, а где-то поврежден капот. А людям угрожает она так, что ее боятся все – и взрослые, и дети. Наша соседка начала устраивать беспредел, начала угрожать людям, жизням, зарезать, поджечь, зарезать детей. Начала сбрасывать предметы быта с этажа, нанесла ущерб трем машинам. Люди просто боятся ходить, детей выпускать на улицу. Это постоянные крики, вопли, неадекватное ее поведение. Ползает по земле, стучит молотками по подъезду. Ну, то есть она угрожает вообще, в принципе, всем. Соседка наша неадекватная. Она всех обещает, особенно агрессивно, к маленьким детям, всех детей перерезать, машины поджечь. Три машины она уже дважды разбивала, сбрасывая свое имущество с балкона. На прошлой неделе двое восьмиклассников возвращались со школы, и они успели увернуться от чайника с кипятком. Она все сбрасывает. Мы детям, всем подросткам запрещаем ходить по дороге. Они прячутся под балконами. Мы их провожаем, встречаем, потому что поведение абсолютно неадекватное. Ситуацию, когда женщина выливала чайник с кипятком на подростков, видели и другие жители дома. Двое ребят со школы шли парочкой как раз мимо ее подъезда. И перед лицом у ребенка падает пластиковый чайник электрический, наполненный кипятком, вы представляете? Это великое счастье, что на ребенка не попал этот чайник. А так бы его, помимо того, что удар по голове получил, еще бы и кипятком окатило. Но это, конечно, надо с этим что-то делать, надо это прекращать. Какова реакция детей были? Испугались? Конечно, отскочили друг от друга, смотрят, ничего не поймут наверх. Ну, естественно, что я понимаю, что дети напуганы были и очень напуганы. Агрессивная соседка не дает людям покоя ни днем, ни ночью. Днем она кричит, ругается матом на всех и бросается различными предметами из окна, а завершает день громкими вечеринками в своей квартире. Когда ты утром просыпаешься от того, что у тебя на твою машину летят непонятные предметы, ведра, молотки, или ночью, когда у тебя в 3-4 часа ночи крики такие, что такое ощущение, что кого-то убивают. Маленькие дети по ночам не спят, они просыпаются. Ну, это просто стало невозможно настолько, что ты ходишь с перцовым баллончиком и боишься лишний раз вообще из квартиры выходить. У Анны есть маленький ребенок. Их квартира находится через стенку от жилища агрессивной соседки. Часто из-за громкой музыки и шумных вечеринок ночью, которые так любят устраивать дебоширка, ни родители, ни малыш не могут уснуть. Он подрывается ночью, он плохо спит, он вздрагивает, просыпается со слезами. Потому что мы, взрослые люди, ты сидишь на диване, а грохот такой, что у тебя в диван уходить ходуном начинает. Естественно, маленький ребенок, он пугается от этого резкого звука, и у нас проблемы со сном. Ребенку третий год, он не может полноценно спать ночью. Из-за того, что постоянный какой-то грохот, крики, беспредел. Со своим малышом Анна долго старается не находиться во дворе. Переживает, как бы сзади не подкралась соседка и не навредила ни ей, ни ребенку. Сначала открываешь окно, у нас непосредственно с ней смежный балкон, и смотришь. Открыто она у нее, не открыто. Есть ли там голоса, выходила ли она куда-то. То есть ты стараешься замечать все звуки, чтобы, не дай бог, ты сейчас выйдешь на улицу, повернешься, а она побежит в твою сторону с какими-нибудь угрозами, не дай бог, с каким-то предметом, что-то возьмет в руки. То есть ты надолго вообще не выходишь из дома, дабы где-то не вступить с ней в какой-то контакт. Ну, потому что это очень страшно. Жильцы дома все два месяца живут в страхе. Детей одних стараются не выпускать из дома. А если они идут в школу или выходят погулять с друзьями, родители переживают за то, чтобы с ребенком ничего не случилось. У меня вот ребенок 13 лет, очень страшно, он везде ходит. Ну, хоть и говоришь, не надо подходить. Все равно в такой возраст лезут. Страшно, конечно. У меня еще маленький ребенок 9 месяцев. Вот так вот выходишь на улицу к машине, не это, может прилететь сверху что-нибудь. Вот выходишь сначала, посмотришь, а потом идешь уже. Конечно, страшно. Мы когда гуляем с моими подругами, мы не можем ходить тут гулять. Говорим, давайте за домом хотя бы погуляем. Там очень, хоть там и грязно, но сверху можно погулять. Либо проходить очень быстро через балконы и убегать куда-нибудь. К 116-му там, 110-му, где есть люди, чтобы они могли хотя бы чуть-чуть зачистить. По словам жильцов, раньше соседка была намного спокойнее. Она и тогда любила громкие вечерние посиделки с друзьями, но на просьбы быть потише всегда откликалась. Но раньше она и на людей не ругалась и не бросала в них предметы. Она была в принципе адекватной, с ней можно было договориться, ей можно было позвонить, сказать, что громко. Она в принципе слушала, да, иногда, конечно, в зависимости от состояния могла где-то огрызаться, но в основном она была достаточно адекватным человеком, с которым можно вести было диалог. Но потом резко человека просто как подменили. Я ее даже раньше не видела, когда она что-нибудь там устраивала праздники, я к ней звонила. Она абсолютно хорошо реагировала, извинялась и в принципе делала тише музыку. Все. Больше я ее с плохой, с хорошей стороны не знаю. Она никому здесь не пакостила. Но сейчас происходит что-то, ну просто невозможное. Соседи пытались связаться с родственниками дебоширки, чтобы они хоть как-то повлияли на нее. Но все безрезультатно. С мамой вот разговаривал наш сосед, но мама только плачет. Ничего не делает? Ну, она говорит, что она больна, она ничего не делает. Есть у нее, конечно, еще родственники, но родственники не откликаются. Мы их здесь не видели. Жители дома пишут заявления во все возможные инстанции. Агрессивная соседка уже лежала в наркологии, недавно два дня провела под стражей. По словам соседей, полиции женщину не напугать. Она обещает и дальше продолжать свои нападки на людей. У нас получается такой расклад. Либо она нас кого-то убьет, и будет реакция, нормальная реакция. Либо мы ее убьем. Если она будет нападать на наших детей, мы, естественно, их будем защищать. Поэтому мы не знаем, куда нам обращаться. У человека явно наркотическая зависимость уже. И причем это два месяца. Два месяца это все продолжается. Раньше она была адекватной девушкой. Мы все это время вызываем, регулярно вызываем. И ночные ее, боже, мы вызываем. И когда она что-то крушит, мы тоже вызываем. Иногда приезжают. Вот на днях, буквально перед тем, как ее забрали ночью, у нее был шум, гам, грохот, крики. И муж вызвал полицию. Никто не приехал. Зато в этот же день, в 8 утра, она начала крушить опять предметы. Опять нанесла ущерб одной машине. Тогда только они приехали. То есть, когда ты предупреждаешь, и когда еще ничего такого серьезного не происходит, просто крики, которые можно, в принципе, утихомирить, дабы не пошло дальше, никто не действует, никто не приезжает, не реагирует. Зато, когда уже начинается что-то конкретное, когда реально уже угрожает жизни, тогда только они собираются и приезжают. Мы не знаем, как с этим бороться. Самое поразительное, что один человек терроризирует целый дом шести подъездных. Вот что самое. И никто, ни скорая помощь, ни милиции, ни полиции, никто ничего не может сделать. Абсолютно. Ну, заберут ее, вот как в крайний раз забрали ее, два дня посидел и вышел. Вот сейчас пока тихо. А что будет через день, через два, то же так же все полетит. Корреспонденты МассМедианьюз попытались поговорить с агрессивной соседкой, но дверь никто не открыл, хотя было слышно, что в ее квартире кто-то есть. Ситуацию прокомментировали в полиции Петропавловска. 8 мая 2021 года в 9 часов 20 минут наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы прибыл по адресу улица Мишенная, 112, в городе Петропавловске-Камчатском. Сотрудники полиции задержали гражданку 1986 года рождения за нарушение общественного порядка. Женщина вела себя вызывающе, выражалась нецензурной бранью. На гендократные законные требования сотрудников полиции гражданка не реагировала. Задержанная была освидетельствована в Камчатском наркологическом диспансере и доставлена в отдел полиции номер 1 для помещения в камеру административно задержанных. В отношении доставленной, ранее не привлекавшейся к административной и уголовной ответственности, составлен протокол об административном правонарушении по факту совершения ее мелкого хулиганства, сопряженного с неповиновением законному требованию представителя власти, пресекающего нарушение общественного порядка. Ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Участковым уполномоченным полиции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому подготовлены характеризующие сведения в отношении личности задержанной. Материал об административном правонарушении в отношении гражданки в установленном законном порядке будет направлен в Петропавловск-Камчатский городской суд для принятия законного и обоснованного решения. Редакция МАС Медиа Ньюс следит за развитием событий.